Всем привет! Ранее мы рассмотрели стрелковое оружие ФРГ и ГДР в холодной войне. А в этом видео представлен обзор на стрелковое оружие Польской Народной Республики, являвшийся одним из главных участников Варшавского договора наряду с другими странами социалистического лагеря. Итак, начнем с пистолетов. Народным войскам польским применялись советские пистолеты Макарова ПМ. Разработанный в 1948 году, он имеет калибр 9 мм, патрон 9х18 ПМ. Емкость магазина 8 патронов, принцип работы свободный затвор, прицельная дальность 50 метров. В конце 50-х годов 20 века разработан самозарядный пистолет П-64. Созданный на базе немецкого Вальтера ПП и советского пистолета Макарова, он имел калибр 9 мм и производился на Радомском оружейном заводе. Патрон 9х18 ПМ. Принцип работы свободный затвор, емкость магазина 6 патронов, прицельная дальность 50 метров. С 1983 года производился польский пистолет П-83. По сравнению с П-64 конструкция 83 модели являлась более технологичной, кожух затвора изготавливался штамповкой стального листа. Принцип работы свободный затвор, 8 двойного действия, калибр 9,765 мм, патроны 9х18 ПМ, 32 ЭСП, 380 ЭСП. Емкость магазина 8 патронов, прицельная дальность стрельбы 50 метров. Также применялось короткоствольное оружие периода Второй мировой войны, в частности самозарядный польский пистолет ВИС-35 Радом. Созданный в 1935 году, он имеет калибр 9 мм, патроны 9х19 парабеллум. Автоматика пистолета работает по принципу отдачи ствола с коротким ходом. Емкость магазина 8 патронов, ударно-спусковой механизм несамовзводный с наружным курком. Всего было выпущено около 60 тысяч пистолетов этой модели. В послевоенный период использовались модификации револьвера Нагана ВЗ-30 и ВЗ-32. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х38. 8 двойного действия, емкость барабана 7 патронов, прицельная дальность стрельбы 50 метров. Эти револьверы были практически идентичны советскому Нагану, незначительно отличаясь в весе, длине и прицельных приспособлениях. Всего с 1930 по 1939 год выпущено 20 тысяч таких револьверов. Далее рассмотрим пистолеты-пулеметы. В 1965 году на вооружение принят пистолет-пулемет PM-63 RAC. Калибр 9 мм, патроны 9х18 ПМ и 9х19 Парабеллум. Принцип работы свободный затвор, возвратная пружина расположена под стволом. Вид боепитания магазины на 15 или 25 патронов, скорострельные 650 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы 150 метров. В 1984 году для замены PM-63 на вооружение принят пистолет-пулемет PM-84 Глауберит. В отличие от предыдущей модели, PM-84 являлся более простым и технологичным в производстве. Большинство деталей изготовлены методом штамповки. Использовался десантниками и экипажами бронетехники. Калибр 9 мм, патроны 9х18 ПМ и 9х19 Парабеллум. Принцип работы свободный затвор, емкость магазина у 15 или 25 патронов. Этот пистолет-пулемет имеет складную переднюю рукоятку и складной металлический приклад. Прицельная дальность стрельбы 150 метров. Далее рассмотрим основное стрелковое оружие. В середине 60-х годов Советским Союзом передавали из Польской Народной Республики автоматы Калашникова модернизированный АКМ. Созданный в 1959 году, АКМ имеет калибр 7,62 мм, патрон 7,62х39. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Спусковой механизм допускает введение непрерывного одиночного огня. В отличие от АК-Браса 1947 года, модернизированная версия имела новую штампованную ствольную коробку, дульный компенсатор и увеличенную дальность стрельбы. Емкость магазина – 30 патронов, прицельная дальность стрельбы 1000 метров. В 1960 году на вооружение принято лицензионная копия автомата Калашникова КБК АК. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х39. Емкость магазина – 30 патронов, скорострельность 600 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы 800 метров. Также в 60-х годах 20 века был создан КБК ВЗ-60, автомат с 20-мм наствольным гранатометом-насадкой Лон-1. В дальнейшем были разработаны также польские копии советских автоматов КБК АКМ и КБК АКМС. Укороченным польским автоматом являлся СКБК ВЗ-89 «Оникс». Созданный в 1987 году на базе АК-74У, он имеет калибр 5,45 мм, патрон 5,45х39. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Емкость магазина – 30 патронов, скорострельность 700 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы 400 метров. Далее перейдем к снайперским винтовкам. На вооружении польской армии состояла советская снайперская винтовка Драгунова СВД. Созданная в конце 50-го до 20-го века, эта винтовка имеет калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Емкость магазина – 10 патронов, скорострельность 30 выстрелов в минуту. Также для винтовки был создан оптический прицел ПСО-1. Прицельная дальность стрельбы 1300 метров. Далее рассмотрим пулеметы. Основным пулеметом Польской Народной Республики являлся пулемет Калашникова ПК, его модификация ПКМ. Созданный в 1961 году, он имеет калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54, принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. В 1969 году этот пулемет был модернизирован, была снижена масса и улучшена эргономика. Новая версия пулемета получила обозначение ПКМ. Скорострельность 650 выстрелов в минуту, масса пулемета 7,5 кг. Вид боепитания ленты на 100, 200 и 250 патронов. Прицельная дальность стрельбы 1,5 км. Из крупнокалиберных пулеметов Народным войскам польским применялись советские ДШКМ. Созданный в 1946 году, он имеет принцип работы – отвод пороховых газов, запирания раздвижными боевыми упорами. Калибр 12,7 мм, патрон 12,7х108. Вид боепитания – патронная лента на 50 патронов. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Режим огня только автоматический. Прицельная дальность стрельбы 3500 метров. Также применялся советские крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес». Созданный в 1971 году, он имеет калибр 12,7 мм, патрон 12,7х108. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Скорострельность 800 выстрелов в минуту. Вид боепитания – пулеметная лента на 50 патронов. Прицельная дальность стрельбы 2000 метров. Далее рассмотрим гранатометы. Основным польским подствольным гранатометом являлся ВЗ-1974 «Палат». Разработанный в 1947 году, он имеет калибр 40 мм. Выстрел 40х47 мм. Для установки на АК необходимо была замена стандартного цвя. Принцип работы – переламывание ствола. Прицельная дальность стрельбы 350 метров. Также применялась автономная версия гранатомета с пистолетной рукояткой, плечевым упором и открытыми прицельными приспособлениями. Из противотанковых гранатомета вооруженными силами ПНР использовался советский РПГ-7. Принятый на вооружение СССР в 1961 году, он имеет калибр 40 мм. Состоит из ствола с установленным на нем оптическим и механическим прицелом, ударно-спускового механизма и бойка. Представляет собой гладкоствольное оружие безоткатного типа. На задней стороне гранатомета находится сопло отведения пороховых газов при выстреле. Масса 6,3 кг. Бронепробиваемость 750 мм. Прицельная дальность стрельбы 700 метров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Становитесь спонсорами канала, этим вы очень поддержите проект. Также нажимайте на колокольчик и оставляйте комментарии. Всем пока!